Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – фармакогенетика. Лектор, ассистент кафедры клинической фармакологии Самарканского мединститута Мурада Вараиля Рустамовна. Кнопка «С». Давайте рассмотрим план лекции. Сегодня в лекции мы рассмотрим определение понятия фармакотипирования, генотипирования, фармакогенетика, фармакогеномика, разберем метаболизм лекарств, от которых зависит ответ лекарственного средства, фазы детоксикации, химические реакции биотрансформации, индукцию ферментов биотрансформации, генетический полиморфизм ферментов, взаимодействие цитохромов с лекарствами, генетический полиморфизм и фармакотерапию и чиповый метод анализа генетического полиморфизма. А сейчас посмотрите на этот слайд. Здесь изображена история фармакогенетики. Давайте посмотрим, какие открытия касались фармакогенетики. В 1932 году были описаны семейные случаи гемолитической анемии при применении препарата примаклина. В 1957 году была признана генетическая природа индивидуальной чувствительности лекарства Матульским и Каловым. В 1958 году впервые введен был термин «фармакогенетика» Фогелем. В 1962 году была издана первая книга по фармакогенетике Каловым. В 1977 году установлена генетическая природа полиморфизма гена цитохрома 2D6, которая отвечает за скорость метаболизма противотуберкулезного препарата. В 1980 году была установлена связь между токсичностью меркоптопурена и дефицитом фермента теопурин-трансфераза. В 1987 году был описан полиморфизм гена цитохром-2C9. В 1990 году была исследована ассоциация генетического полиморфизма с эффективностью лекарственной терапии. В 2000 году были внедрены фармакогенетические тесты в клиническую практику. В 2004 году практическое применение первого фармбиочипа. В 2007 году был проведен первый генетический тест на чувствительность к антикоагулянту варфарению. И это было одобрено ФДА. Здесь изображен учебник Кукиса «Метаболизм лекарственных средств. Клиника фармакологические аспекты». Давайте разберем, что же такое фармакогенетика. Здесь у нас указаны различные термины, которые будут присутствовать во время лекции. Но мы вначале давайте с вами разберем, что же такое фармакогенетика. Вообще фармакогенетика – это индивидуальная реакция организма на лекарства. Другими словами, это раздел клинической фармакологии и клинической генетики, который изучает место и роль генетических факторов в формировании ответа организма человека на лекарственные средства. То есть благодаря фармакогенетике мы имеем эффективность лекарств, неэффективность лекарств или развитие каких-нибудь неблагоприятных побочных действий. Вот закономерности, выявленные фармакогенетикой, позволяют нам найти индивидуальный подход к выбору лекарственных средств и тозы для каждого конкретного пациента, обеспечивая максимальную и безопасную фармакотерапию. Фармакогенетический тест – это выявление конкретных генотипов, которые ассоциированы с изменением фармакологического ответа. Здесь у нас указаны кинотипические эффекты лекарств в зависимости от функций генов фармакогенетики и фармакодинамики. То есть получается, что генетический ответ, он зависит от особенностей всасывания, от особенностей распределения, от особенностей метаболизма и экскреции. Давайте разберем, какие особенности метаболизма лекарственных средств могут изменить ответ организма на внедрение в него лекарственного средства. Согласно этому, все лекарства делятся на две группы – на лекарства с высоким печеночным клиренсом и на лекарства с низким печеночным клиренсом. К лекарствам с высоким печеночным клиренсом у нас относятся аминозин, аспирин, кортизон, морфин, резерпин, метапролол и метилтестостерон. Также имеются лекарства с низким печеночным клиренсом – это теофилин и парацтамол. По скорости метаболизма существует всех пациентов, можно разделить на три группы. Это экстенсивные метаболизаторы, это считается нормой. Медленные метаболизаторы, когда снижена скорость биотрансформации в печени. И у таких умедленных метаболизаторов лекарства чаще всего задерживаются в организме. И быстрые или сверхактивные метаболизаторы. У такой категории пациентов лекарственное средство быстро выводится из организма. Действие может быть кратковременным или вообще может быть отсутствие эффекта от применяемого препарата. Давайте разберем фазы детоксикации. В фазе детоксикации существует две фазы. Первая – это несинтетическая фаза, и вторая – синтетическая. В первой фазе характер этих реакций несинтетическая. То есть в основном здесь лекарство подвергается окислению, восстановлению или гидролиза. В нем участвуют оксидазы со смешанной функцией и так далее. Вторая фаза – это синтетические реакции. Во второй фазе лекарственные средства подвергаются конъюгации с какими-либо различными радикалами или с какими-либо компонентами. Например, может быть конъюгация с глюкороновой кислотой. Основные фазы детоксикации. Вот на этой картинке как раз они указаны. Существует три фазы детоксикации. Значит, в первой фазе детоксикации у нас участвуют ферменты печени, цитохромы, P450 и эпоксигидролазы. Во второй фазе участвуют глютат-ион-трансфераза, N-ацетил-трансфераза, UDF-глюкурон-сульфон-трансфераза. И в третьей фазе – это выведение водорастворимых нетоксичных компонентов. На этой картинке изображен генетический полиморфизм, на котором указан риск развития патологии. Рассмотрим, как участвуют ферменты биотрансформации в метаболизме ксенобиотиков. В метаболизме ксенобиотиков участвуют цитохромы печени P450 семейства А, Б, Ц, Д, Е. В них участвуют 53 гена. Какие существуют еще цитохромы, которые участвуют в метаболизме лекарственных средств? Это цитохром 2С8, цитохром 2В6, цитохром 1В1, цитохром 2А6, цитохром 1А1 и так далее. Рассмотрим основные химические реакции биотрансформации проканцерогенов с участием генов метаболизма. То есть получается, что в химическом изменении проканцерогенов также участвуют гены. Что происходит в первой фазе химического изменения проканцерогенов? Они подвергаются гидроксилированию ароматического кольца, алифатических цепей, аминов или амидов. Второй компонент первой фазы – это эпоксидация ароматического кольца или ненасыщенных алифинов. Следующие и следующие компоненты – это окисление, деалкилирование, гидролиз эфиров и амидов, окислительное биоминирование, редукция эпоксидов. Вторая фаза – это в основном реакция конъюгации, когда происходит перенос ацетильных, метильных, сургидрильных, фосфорильных и глюкоранильных групп или конъюгации с глютат-ионом. Давайте посмотрим, какими путями происходит индукция ферментов метаболизма. Есть фенобарбиталовый путь индукции, когда идет активация промотора в регуляторной области гена, аутоиндукция, когда сам ксенобиотик является активатором фермента. Есть рефампицин – дексаметазоновый тип, когда идет взаимодействие индуктора с рецепторами-регуляторами транскрипции. И третий тип – это этаноловый тип, когда идет стабилизация молекулы фермента метаболизма путем образования комплекса с некоторыми ксенобиотиками. Здесь показан учебник «Введение в предиктивную медицину геном человека и гены предрасположенности». Следующий слайд – это генетический полиморфизм ферментов в системе детоксикации, который участвует в фазе 1. Ферменты фазы 1 – это цитохрома P450, их больше 70 – это пароксаназа и микросомальный эпоксид гидролаза. Генетический полиморфизм ферментов в системе детоксикации фазы 2. Ферменты фазы 2. Здесь имеется полиморфизм семейства глютаттрансфераз и семейства N-ацетилтрансфераз имеют свой полиморфизм. Например, семейство N-ацетилтрансфераз может быть двух типов – НАТ-1 и НАТ-2. Значит, НАТ-1 – это медленные аллели, а НАТ-2 отвечает за быстрые аллели. Взаимодействие различных цитохромов с лекарствами. В основном здесь имеется в виду цитохромы 2С9, цитохромы 2С19 и цитохром 3А4. И цитохромы 2Д6. Основную массу, значит, составляет цитохрома 3А4 50%. В метаболизме нейролептиков, антидепрессантов, антиаритмических средств и бета-блокаторов основное участие принимают ферменты печени цитохромы 2Д6. Они составляют около 20%. Действие цитохромов на метаболизм лекарственных препаратов. На этом слайде указано, какие цитохромы отвечают за метаболизм определенных препаратов. Например, цитохромы 2Д6. Они отвечают за метаболизм амитстрептилина, кодеина, галлоперидола, мипрамина, метапролола. Цитохромы 2С9 отвечают за метаболизм диплофенака, ибупрофена, лазартана, фенитона, толбутамида. Цитохромы 2С19 отвечают за метаболизм диазепама, амитрозола. Цитохромы 2Е1 отвечают за метаболизм энфлурана, галлотана. Цитохромы 1А2 отвечают за метаболизм клозорпина, мипрамина, кофеина, ацетаминофена, феноцетина. Цитохромы – это генетические механизмы индивидуальной чувствительности к лекарствам. От чего они зависят? Они зависят от фармакокинетических факторов и от фармакодинамических факторов. Что может быть изменением фармакокинетики? Изменение абсорбции, например, зависит от НАД2. Превращение в активную форму кодеинморфин зависит от цитохрома в 2Д6. Также имеет значение системные особенности метаболизма, конкуренция препаратов за какой-либо фермент или индукция ферментов метаболизма определенными препаратами, индукция или ингибирование определенных ферментов пищевыми продуктами. Фармакодинамические факторы – это поступление и выведение препарата из клетки и изменение в белках рецепторов. Какая же имеется взаимосвязь гена и лекарственного препарата? Здесь на картинке у нас указаны два пациента. У одного пациента метаболизма метапролола идет при помощи цитохромов 2Д6. У другого пациента идет при помощи цитохрома 2Д6. Если в цитохроме 2Д6 у первого пациента участвует ПМ, здесь участвует Е. Взаимодействие ген лекарства или лекарства-лекарства. Например, при взаимодействии… Здесь указано, как идет взаимодействие между диазепамом и амепрозолом. В обоих случаях участвует цитохром 2С19. Но ответ, но взаимодействие в разных случаях будет разным. На этом слайде у нас указаны анализаторы изображения. То есть результаты гипридизации различных генов регистрируются с помощью специального исследовательского и портативного анализатора биочипов, соединенного с персональным компьютером. Вот на первом слайде у нас изображен исследовательский анализатор. На втором указан портативный анализатор. Значит, вы знаете, что фармакогенетика может внедрять различные биочипы в гены. Вот здесь изображены 14 мутаций в 8 генах метаболизма. Например, в каких генах может быть блокада метаболизма? Вот блок 1, блок 2, блок 3, блок 4. Блок 1, когда имеется блокада в цитохромах 1А1, цитохромах 2Д6. Второй тип – это когда имеется блокада в других ферментах. Третий тип – блокада на 2. И блок 4, когда имеется блокада в цитохромах 2Д9 и цитохромах 2Д19. Так, эффективность лечения эндометриоза. Генетические маркеры неэффективной семидемитозной гормональной терапии – это быстрая форма цитохромов 1А1. Или ослабленная Д, цитохром 19. Медленная форма, нулевой вариант. Генетические маркеры, которые благоприятны для прогноза лечения – это медленные формы цитохрома 1А1. Так, какие же у нас, какие мы можем сделать выводы? Чувствительность человека к экзогенным факторам, в том числе лекарственным препаратам, определяется состоянием и функциональной активностью генов метаболизма. Основу индивидуальной чувствительности к лекарственным препаратам составляет особенности генетического полиморфизма. Выбор оптимальной индивидуальной дозировки лекарства должен производиться с учетом результатов тестирования соответствующих генов метаболизма. Технологии биочипов, она существенно повышает эффективность популяционных и скринирующих программ по формату генетики и предиктивной медицины. И пятый – это внедрение генетического тестирования в практическое здравоохранение, возможно только с обязательным сбором результатов других лабораторных исследований при совместном сочетании усилий генетиков и врачей. На этом наша лекция закончена. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Продолжение следует...